Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим о непостижимой эффективности математики в естественных науках. Именно так называлась одна из статей Юджина Вигнера, американского физика венгерского происхождения. Но прежде чем переходить к более сложным вещам, мы решим одну простую школьную задачу. И вот ее условия. Мяч, летающий вверх со скоростью 20 метров в секунду, попадает в кольцо, висящее на высоте 15 метров над землей. Через какое время после броска происходит это попадание? И здесь мы будем считать ускорение свободного падения равным 10 метрам в секунду за секунду, а также пренебрежем размерами мяча и кольца. Как всегда, когда мы применяем математику. Я изобразил условия задачи на чертеже, и чтобы ее решить, давайте применим общую формулу для перемещения при равноускоренном движении. s равно v нулевое t плюс at квадрат пополам. Перемещение у нас до кольца 15 метров, s значит равно 15. Начальная скорость v нулевое это 20 метров в секунду, значит пишем 20t. А теперь надо еще сообразить вот что, что если мы скоро считаем положительной, значит у нас ось направлена вверх, а ускорение свободного падения направлено вниз. Поэтому нужно брать его проекцию со знаком минус. Значит минус 10t квадрат деленное пополам. Ну, значит 10 пополам 5, можно все сократить на 5 и все сводится к следующему квадратному уравнению. t квадрат минус 4t плюс 3 равно нулю. Ну и корни его можно найти угадыванием. Устно очевидно, что первый корень равен единице, он подходит. Ну а второй находим из того, что произведение корней равно 3, значит t2 равно 3. И вот у нас получилось два разных ответа. Что же это значит? А дело в том, что мы изобразили условия задачи так, что мяч попадает в кольцо снизу. А ведь он мог пролететь мимо кольца подняться и упасть через кольцо сверху. И смотрите, он летит до кольца одну секунду, поднимается еще одну секунду до самой верхней точки и одну секунду спускается вниз. Получается как раз 3 секунды. И это и есть тот второй ответ, который мы получили, решая квадратное уравнение. И даже если бы мы забыли и не подумали об этом решении, математика нам о нём наполнена. А теперь мы перейдем к более серьезному примеру, и он будет связан с великим британским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом и его исследованиями в области электричества и магнетизма. И здесь на доске выписано уравнение Максвелла, описывающее электрические магнитные явления. И первое из них говорит нам о том, что электрическое поле создается электрическими зарядами. Второе уравнение говорит о том, что магнитных зарядов нет. Третье уравнение это записанный в таком виде закон электромагнитной индукции Фарадея, то есть что у нас вихревое электрическое поле создается переменным магнитным полем. А последнее уравнение говорит о том, что магнитное поле создается, во-первых, движением электрических зарядов, токами, ну и еще переменным электрическим полем. И вот этот член Максвелл и добавил в свои уравнения. Он называл это током смещения. А дальше Максвелл получил решение этих уравнений в отсутствие каких-либо зарядов, токов и материальной среды. И оказалось, что это решение описывает существование неких волн. А из вот этих соотношений, значений эпсилонолевое и минулевое, оказалось, что скорость распространения этих волн составляет 300 тысяч километров в секунду. То есть совпадает со скоростью света, которая к этому времени была достаточно точно измерена. И таким образом, из математики этих уравнений следовало существование электромагнитных волн в вакууме. И эти волны были обнаружены экспериментально спустя 20 лет Генрихом Герцем. И вот получается, что физики составляют уравнения на основе тех физических явлений, которые им известны. А решая уравнения, предсказывают такие явления, о которых они и не подозревали. И если вы хотите обсудить какие-нибудь примеры таких ситуаций в науке еще, пишите об этом в комментариях к этому ролику на ютубе.